Шалом! Свинья жалуется корове. Ко мне плохо относятся. Вот ты, корова, тебя все любят, у тебя глаза добрые, отзывчивые. Ты даешь людям молоко, из него делают сметану, масло, а я даю людям мясо, из него делают отбивные, окорок. Даже щетину мою используют, даже ножки мои варят прекрасный холодец. Но меня никто не любит. Как ты можешь это объяснить? Корова задумалась, говорит, ты знаешь, наверное, потому что я даю всем при жизни, а ты уже после. В каждом из нас сидят два домашних животных. Маленькая свинка и большая корова. Корова это не ждать, пока в человеке все умрет. Это делать при жизни. Корова это когда человек берет на себя что-то и выполняет, не откладывает на момент перед смертью. Знаете так, перед смертью с Божьей помощью пойду в синагогу, буду старым, вернусь к истокам. Наши мудрецы интерпретируют указание Торы «перед сединой встань», то есть буквально перед человеком седым, мудрым, нужно встать, уступить место, дать почет. Есть комментарии на эту же самую фразу «перед сединой встань» — это не ждать, пока наступит седина, и мы встанем и приподнимемся духовно, а делать это при жизни, когда ты еще полон искушений, полон воодушевлений, когда твои глаза полны света. Очень часто общение людей с их потомками упирается в наследство. Все ставят ударение — вот умру, оставлю тебе все, а будешь себя плохо вести — не оставлю. То есть люди ставят вот точку сейчас и точку его смерти. А в этот вот весь период жизни они, может быть, немного уделяют внимание тем же потомкам, не дают им наследие, то есть то наследие, не наследство, а наследие, которое нужно передать при жизни, а упирается вот все время в этот момент после смерти, как свинья, которая дает все после смерти. Не случайно поэтому Тора символизирует собой молоко. Молоко, которое дается при жизни. Очень часто мы даем нашим детям, внукам мертвую материальность — дома, квартиры, оплачиваем какие-то жизненные утехи, наслаждения. При этом мы забываем, что все это — мертвая зона. Если там нет жизни. А жизнь — это духовность. Именно духовное наследие — это самое важное сочетание. И это называется при жизни. Написано в Торе, смотри, предложил я тебе сегодня жизнь и добро, смерть и зло. И вот Тора приходит к выводу — так выбери жизнь. Давайте с Божьей помощью выбирать жизнь. Духовность. Наследие. Шалом, шалом.